здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты сегодня у меня последняя партия эустома буду делать пересадку вот так выглядит на сегодняшний день мои эустомки это самое последнее самые мелкие посев я делала первый посев делала 9 ноября второй посев 29 декабря вот это с первого посева вот это со второго посева и самые крупные уже стоят на балконе дело в том что после посева они у меня стояли на стеллаже на подсветке и когда стали вот такого примерно размера я взял даже поменьше вот такие вот я распикировала из подсветки решила переставить их на шкаф на шкафу стояла лампа но лампа была другая другой фирмы и на шкафу очень жарко и эустомки мои задрали листики и они стали похожи на петунию я испугалась была сильно расстроена разочарована и решила что это какой-то пересорт какие-то семена мне достались бракованные в общем купила новую партию семян и посеяла снова но вернув в обратное место на обратную подсветку выяснилось что это все-таки петра эустома и никакого никакой подмены здесь нет это просто из-за того что было жарко и такое было освещение и так у меня сортов получилось очень много вот несколько сортов я сеяла в прошлом году и сохраняла их маточниками конечно сделала я для себя вывод что маточники тащить домой не стоило тот кто живет в частном доме если есть возможность прохладное содержание сделать то такой вариант возможен в комнатных условиях в условиях жаркой квартиры конечно не рекомендую я больше брать надо было поступить по-другому надо было ее летом почеренковать опыт почеренкование у меня теперь уже есть и где-то в июле в августе можно было взять череночки вот такие укоренить дома и передерживать ее дома уже молоденькую они не тащить домой эти огромные кусты с огромным количеством почвы вот эти сорта у меня прошлогодние сделала я для себя вот такой каталог чтобы не запутаться в тетрадке записаны просто номера и название а если нужно посмотреть полную информацию вот все этикеточки вот так вклеила в книжечку и получилось у меня очень очень много этих эустом посмотрите сколько сортов конечно запутаться в них очень несложно поэтому так это у меня получается 45 сортов но нумерацию я сделала сквозную вот 17 до 26 сорта у меня были прошлогодние это у меня загнулась сразу и начиная с 26 по 45 то есть еще 20 практически сортов сеяла я в этом сезоне вот так у меня растет эустома которая зимовала дома сейчас я выключу свет чтобы было хорошо видно зиму пережили конечно далеко не все некоторые выпали но в освободившиеся горшочки сейчас можно посеять уже после пересадить семенную однако некоторые вот начинает цветение это прошлогодняя и вот это вот прошлогодняя которая перезимовала и я с них взяла черенки даже те которые у меня выпали сорта с них я успела снять черенки и укоренить поэтому все-таки и затея не совсем такая бессмысленная и семян эустома растет долго так вот это вот семена это первая которая уже пошла набирает бутон это посеянная в ноябре месяце вот комнатные я пересадила букетиком в кашпо по сортам это один у меня сорт вот это сорт другой кстати вот этот очень быстрый сорт под номером 35 потом покажу какой это сорт и вот этот сорт это совсем крошечные эустомки они самые мелкие то есть 20 сантиметров у них рост взрослого растения поэтому им таких горшочков конечно будет достаточно вот это эустома серии эхо им нужен объем намного больше но вот зимовали они у меня в двухлитровых горшках какие то вот в литровых какие-то в двухлитровых которые проснулись вот это у меня уже цвела это тот же сорт и вот это то есть серия эхо перезимовала так вот это под номером 14 уже у стомка она перезимовала с нее я успела взять черенки но и она чувствует себя вполне неплохо поэтому я ее пересажу в кашпо оставлю дома а высокорослые конечно пойдут у меня на дачу так но здесь на балкон я выселила первую партию сейчас я наверх и заберусь и покажу как она растет вот это самая первая была распикирована она уже достаточно хорошо развита и вот из этой партии первая пошла на бутон посмотрите что на улице творится мы тут все про цветочки вот эта партия была распикирована 2 и после пикировки после пересадки вот в такие сколько тут где-то 180 миллилитров наверно горшочки развития намного быстрее проходит нежели вот в маленьких здесь она уже стоит без колпаков но вот это в принципе вот такого размера можно уже высаживать и на дачу но на даче видите что поэтому придется переваливать ее в больший объем несмотря на то что сами кустики кажутся маленькие вчера я один вот такой пересаживала и у него корневая система уже здесь практически на самом дне и она уже закручивается то есть вот эту не помешало бы перевалить уже в больший объем ну а здесь стоят черенки которые я укоренял а то есть это те сорта которые не у меня зимовали дома с них я брала черенки и укоренила и они нормально развиваются конечно они поменьше чем семенные но тем не менее корневая система у них уже хорошая и они хорошо себя чувствуют именно на прохладном воздухе на лоджии в комнате им очень жарко и вот самые маленькие на сегодняшний день выглядят вот так но до высадки в грунт еще два месяца то есть они еще успеют подрасти вот у этих и у этих разница где-то в два месяца поэтому этим нужно дать больший объем но эти тоже можно в принципе уже пересаживать несмотря на то что они выглядят вроде бы как маленькие я буду пересаживать покажу корневая система у них намного больше чем вот объем листьев сейчас мы попробуем поднять вот здесь корешочки уже начали выходить значит ее пора пересаживать в прозрачных стаканчиках конечно это наблюдать намного проще как только корневая система заполнила вот ком земли и снизу начала закручиваться значит ее нужно срочно пересаживать иначе она затормозит в развитии она сначала наращивает корневую систему а потом уже идет на цветение вот такому растению уже нужно дать хотя бы грамм 300 350 земли вот вот эти для таких растений подойдут вот такие стаканчики вот этим конечно уже 300 граммовые нужно дать поэтому буду пересаживать сразу в 300 граммовые чтобы не делать двойную работу работы сейчас очень много и пересаживать хотя и устома пересадку любит многие говорят что плохо переносит вот в таком возрасте ее пересаживаем уже в какую-то емкость но потом уже дальше только методом перевалки чтобы не травмировать корни потому что конечно при травмировании корней она задерживает свое развитие и лучше делать именно перевалку при содержании в комнате на стеллаже я накрываю колпаками потому что воздух очень сухой и очень быстро вот это все пересыхает после перевалки в больший объем можно выставить на прохладное окно или часто ее нужно опрыскивать или же поливать ее нужно достаточно часто но перенит чтобы не пересыхал ком земли если вот так оставить в таких стаканчиках она очень быстро теряет тугор и вид у нее достаточно такой мрачный потому что 25-30 градусов конечно температура воздуха круглые сутки ей не подходит малышей я сеяла вот такие почвы брикеты от bio мастера но сейчас ей нужна земля уже более тяжелая и более питательная поэтому пересадку я буду делать смесь здесь земля садовая с добавлением песка ну достаточно такая же плотная и тяжелая и часть где-то наполовину наверное вот этого почва брикета размоченного чтобы быстро не пересыхала и устами нужно очень такая рыхлая почва влагопроницаемая но чтобы не пересыхала добавляю сюда вернику агроперлит и для подкормки добавляю асмокот это удобрение пролонгированного действия то есть им корни попалить практически невозможно она постепенно растворяется брала я его не в упаковке а брала развесной поэтому показать упаковку не могу бывает асмокот на три месяца бывает на 4 на 5 месяцев все это наш нужно тщательно перемешать и потом уже будем высаживать для подкормки можно использовать если есть при составлении грунта биогумус готовый вот первую партию я пересаживала с биогумусом сейчас у меня биогумуса нет можно использовать сейчас вот такие удобные есть удобрения органическое удобрение здесь такой такая как бы пастообразная вот это составляющая я его просто разведу и буду поливать подкормки можно проводить фертикой люкс но поскольку я сюда добавила уже асмокот фертику конечно я отложу а биогумус он очень даже пригодится и в почва брикетах вот в этих здесь уже есть начальная нпк стартовый запас это термически обработана 50 процентов верхового торфа 45 переходного 5 процентов вермикулита ну и соответственно уже азот фосфор калий здесь есть поэтому на первое время вот именно питание отсюда хватит потом начнет постепенно растворяться асмокот и этого до высадки в грунт вполне достаточно видела что подкармливают и устому часто часто много-много но лучше взять допустим тоже фертику или комплексное удобрение для цветов но разбавлять его в два или в три раза жиже чем написано на упаковке и да можно давать такую подкормочку каждый ну практически при каждом поливе поливаем ее не часто по мере просыхания верхнего слоя почвы иначе заведется мошка а вот агро перлит он поможет у удерживать влагу именно в самой грунте чтобы грунт быстро не пересыхал вода для полива должна быть комнатной температуры желательно она должна быть сутки или двое отстояна в открытой емкости чтобы испарился хлор конечно идеально было бы поливать дождевой водой или снеговой но сейчас это нереально фитоспорин я заранее развела для профилактики грибковых заболеваний в воду при посадке сразу добавляю фитоспорин переборщить с ним нельзя но делаем такое нет вот такой светло коричневый цвет то есть грунт сразу будет уже у нас обогащен вот этими бакты по био защита фитоспорина ну и осталось только перемешать когда рассада растет в закрытой таре ну то есть под колпаком бывает такое что заводится мошка промашку отдельной у меня есть видео как с ней бороться но здесь нужно обязательно сделать профилактическую обработку то есть при пересадке грунт мы будем проливать поэтому заранее готовлю воду можно использовать актару можно использовать вот такую золотую искру но поскольку объем мне нужен небольшой поэтому беру искру она уже разбавленная в жидком виде 1 миллилитр на 2 литра воды и для хорошего укоренения желательно добавить любой корневин слишком крепкую дозировку делать не нужно ну вот как то вот так на на глазок я делаю потому что корневин нужно предварительно размешать в воде он должен постоять где-то минут пять нужно чтобы он хорошо разошелся пока корневин растворяется приступаем к самой пересадки для пересадки я взяла вот такой лоток здесь тоже 18 ячеек 1 у меня выпало но у меня есть вот своя укорененная вот эти стаканчики они очень удобный размер 8 на 8 здесь есть отверстие вот эти для стока воды а вот эти для доступа воздуха для хорошего развития корневой системы доступ воздуха нужен обязательно насыпаем почву бирочки у меня заготовлены они переезжают вместе с растениями поэтому подписывать стаканчики сейчас уже мне не нужно повторно и вот посмотрите вот такая маленькая растеница и вот такая огромная у него корневая система конечно если сейчас не сделать пересадку то растение затормозит в росте обычно после пересадки растение намного быстрее начинают развиваться часто спрашивают почему эустома встала в росте вот она как бы растла росла и остановилась перестала расти аккуратно выньте ее из горшка и посмотрите корневую систему если корневой системе мало места то она дальше развиваться не будет не будет наращивать зеленую массу она просто попытается выбросить цветонос но цветонос на при таком слабеньком еще молоденьком растении конечно цветоносы лучше удалять потому что для хорошего цветения нужно чтобы растение все таки набрала зеленую массу поэтому вначале мы трудимся над развитием корневой системы потом мы наращиваем зеленую массу и только потом уже даем ей цвести всю землю она уже съела то есть ей развиваться практически некуда стараемся земляной ком сильно не отряхивать то есть но чтобы не повред не повреждать корневую слишком сильно уплотнять не нужно в процессе полива земля просядет и если будет такая необходимость то можно будет сверху почвы добавить смотрите какие корни конечно ей уже нет питания некуда развиваться даже вот надо было раньше ее пересадить но теперь уже времени не хватает места на подсветке не хватает наконец-то теперь можно уже ее вы вынести на лоджию на лоджии конечно ей намного лучше все я пока пересаживать не буду я сейчас покажу вот это я принесла с лоджии эти я пересаживала буквально две недели назад мы сейчас так аккуратненько это вытряхнем и посмотрите какая корневая система то есть им тоже уже желательно бы сделать перевалку хотя бы в пол-литра ну если нет возможности дать им больший объем то хотя бы подкормки нужно делать регулярные но я все таки пересажу вот после пикировки прошло две недели и корни так наросли вот это с первого посева они росли в таких горшочках потом я пересадила вот в горшочке побольше и вот такая вот у них уже корневая система ее тоже желательно бы уже пересаживать в больший объем то есть здесь землю жалеть не стоит чем больше мы дадим ей сейчас почвы и питания тем мощнее растения пойдет в открытый грунт конечно еще два месяца в этом горшочке она не выдержит ей нужно обязательно делать пересадку ну и после пересадки обязательно нужно сделать полив чтобы земля про просела и уплотнилась я использую вот такой поливаю ей удобно поливать чтобы лить под корень по листьям нежелательно делать полив иначе капельки могут остаться на листочках и там остаются некрасивые серые пятна если вдруг где-то из леечки поливали случайно попали на листочек то возьмите салфеточку и промокните каплю чтобы она не оставалась иначе вот такие вот появляются пятнышки это не но не это не опасно но это и некрасиво все хорошенько проливаем и последний момент после пересадки желательно растение опрыскать воду я добавляю hb 101 две капли на пол литра воды можно добавить и пин можно добавить циркон и сверху делаем опрыскивание для того чтобы стресс растения снять это является не только стресс снимает стресс но и улучшает развитие растений то есть это такой препарат на абсолютно натуральный но является биостимулятором не только для корневой системы но и для самого растения вот сейчас они немножечко впитают сколько это возможно потом вот эти капельки нужно будет обязательно салфеткой промокнуть чтобы вот в центр кустика не а не оставалось здесь капелька на самих листочках ничего страшного а вот здесь в центре нежелательно оставлять и после пересадки один или два дня на солнышко ни в коем случае не ставим вот лоджии у меня на северной стороне и там солнце бывает только рано утром после 10 часов там уже рассеянный свет вот прохлада и повышенная влажность воздуха для эустомы очень хорошо подходят в комнате конечно ей жарковато надеюсь все было интересно и полезно кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал выращивайте красивые цветочки еще раз хочу сказать только о борьбе с мошкой у меня есть отдельное видео кому интересно и актуально сейчас это рассадный период можете посмотреть видео отдельное ну а я займусь дальнейшей пересадкой эустомы всем желаю успеха и жду вас снова на своем канале всем удачи до новых встреч